Музыка 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 Ребят, всем привет! Мы сейчас находимся в кальянной Хука Плейс Реутов и сегодня здесь мы будем снимать обзор на вот такой вот пакет это Севен Табака об этом табаке я ни хрена не слышал, я о нем вообще ни хрена не знаю, поэтому ребят я попросил прислать мне собственно маленькую брошюрку чтобы они мне написали что это вообще за бренд, что это вообще за продукт о котором я как бы реально вообще ни слухом, ни духом но как я понял продукт абсолютно новый и он с первых дней уже акцизный и это говорит о многом сейчас мне забили маракуйю, сейчас ее принесут и мы собственно будем курить давайте собственно разберемся с историей бренда данного продукта сейчас очень редко когда у бренда есть какая-то история короче объясню своими словами это ребята которые фанаты своего дела именно фанаты кальянной культуры а еще самое главное они фанаты именно футбольные футбольные вот эти настоящие фанаты да вы примерно понимаете короче табак называется 7 но семерка потому что типа они думают что число 7 это удача и такие крутые футболисты как Криштиан Роналдо где я тут видел Бэхэм Кантона и Криштиану да там я честно я футболом вообще не увлекаюсь поэтому вот эти именно Бэхэм и Криштиана Криштиан Роналдо я знаю знаю еще другого Роналдо это Зубастика да и еще одного Роналдо знаю Кантона блять вообще не знаю Кантон Гандон ха-ха ладно короче вот такие вот ребята вот такой вот пакет мы его сейчас разберем в нем есть мерч а и еще ребята попросили меня разыграть вот такой же пакет это вся линейка по 50 граммов вместе с таким же мерчем который у меня здесь да собственно все это попозже так почему 7 ну я говорил да то что счастливое число и все остальное теперь о табаке тщательно отобранный лист Вирджинии как база качественные дорогие ингредиенты и фанатично вываренная рецептура благодаря такому подходу мы добились идеального уровня крепости и достаточной доли никотина чтобы каждый твой покур был легким и приносил только удовлетворение и ничего больше мы работаем часто а мы работаем честно наш продукт полностью легальный и акцизный мы не выдумываем велосипед наши вкусы всеми знакомая классика только раскрывается ярче и насыщеннее потому что мы работаем на износ и на своих не забиваем это их не лозунг на своих не забиваем да теперь собственно давайте к интересному смотреть что у нас в этом пакете и что ребята прислали как я и говорил мы сейчас забили именно маракуйю и называется она марадонна да маракуйя называется марадонна бля надеюсь я сейчас белым носом нахуй не окажусь когда буду его курить да табак акцизный и здесь собственно у нас есть вот такая вот штучка по цене 250 грамм а 200 грамм 1000 рублей то есть да нихуево акцизного табака 200 грамм 1000 рублей все это в таком вот черном в общем к которому все привыкли так да идем дальше я осмотреть табак 50 граммовые они упакованы вот в такую вот штучку типа фанатской шашки фанатской хлопушки да довольно таки интересно давайте я все достану собственно вот тоже у нас есть малина малина юнайтед называется вкус мангареус мангареус я честно фон фон не знаю может что здесь такое интересное фанатское но я за это не шарю тотти фруйти тотти походу какой-то футболист да тотти или нет я хуй его знает хазлнут гедзе хазлнут орешек далее есть такой вкус как киви макелеле макелеле я могу неправильно произносить ребят не обижайтесь далее собственно есть братство севен братство вот такой вот мальчишка это браслетик есть вот такой вот оранжевый страсть оранжевый страсть драйв страйс драйв есть вот такой вот мундштук тоже в комплекте они его делают сами и этим гордятся собственно вот здесь вот здесь вот такая вот кожаная оплёточка своих не бросаем а на своих не забиваем собственно вот это есть Есть вот такой вот Красивый фанатский шарфик На нем написано На своих не забиваем Как бы Вот так вот сделаем Есть визиточка Кому интересно И вот так вот Наверное покажу еще Собственно вот такой же вот боксик Ребята разыграют Это два браслета Это мультштук И вся линейка вкусов То есть вся линейка 50 граммовых вкусов А ну и шарфик И шарфик да Так давайте ка мультштук мы распечатаем На нем тут мы сразу и покуем А также есть интересная еще вещь Я на самом деле не проверял Почему мы забили Марадонну Наверное Потому что Вот это я хочу открыть на ваших глазах И как заявляет производитель Типа дергать надо сильнее И это типа должно хлопать как-то Ну типа фанатской хлопушке Типа фанатского флайера Да Акцизик я аккуратно сейчас подожму Давайте попробуем Что из этого выйдет Вот видели да Ладно с этим не прокатило Давайте еще раз А ну нет наебали Я думал будет что-то эпичнее Короче у меня там какой-то вкус нахуй Все вывалилось да Давайте собственно смотреть Как это все упаковано Здесь вот такой вот 50 граммовый пакетик Жижечка Похожая на Дейли Хуку Прям ну жиденько-жиденько Прям хорошо жиденько Так Что у нас есть в брошюрке А здесь собственно все вкусы Которые есть у ребят И которые вы в конкурсе можете выиграть Чокенфеев Блять Есть вкус чокенфеев Это нежный молочный шоколад Хазелнук гедзе Это фундук Манго реус Это сочная тайская манго Марадонна Страстная маракуйя Мы ее сейчас будем курить И посмотрим насколько она сука страстная Тотти фрути Конфетки Тотти фрути Малина Юнайтед Кислая Кислая малина Киви Маккелли Классический киви Криштиано Рондо Криштиано Рондо есть вкус Холодная мята Джан Франко Кова Мармеладные конфеты со вкусом колы Лимонель Месси Освежающий летний лимонад Вандер лайм Вся свежесть с сока и лайма Кокорн Молочная кукуруза Кстати я недавно прокуривал кокорн Потому что он был просто в таком пакетике И я думал сразу его раскурю как бы Эрик Канталупе Сладкая сочная дыня Голанд Джуйс Сицилийский апельсин И черри Чесов Черри Чесов Я не знаю кто это Виски с нотками вишни Что? Виски? А виски да Виски с нотками вишни Собственно вот так это все идет И давайте теперь наверное перейдем к самому продукту И как он курился Начну наверное со вкуса Кукурузы да Про которую я говорил Честное слово Эта кукуруза Она была прикольная Она пахла С пачки просто огонь Прям очень круто пахла на самом деле Но когда мы начали ее раскуривать У меня было ощущение Что я кукурю Курю не кукурузу да Или попкорн А курю Женные провода Вот оплетку женных проводов Знаете когда в детстве Ты пытался две колонки соединить И ты типа так опаливал И вот был такой же запах То же самое я чувствовал Когда курил кукурузу А Да я собственно рассказал про манго Про марадону 200 граммовую Так вот Эта Вирджиния По крепости она примерно 5-6 Я скажу так Да И она любит жар То есть табак реально любит жар Поэтому мы сейчас все это проверим На вкусе марадонна Так вот Что я сейчас ожидаю От вкуса марадонны Я не знаю Но пахнет Она Не въебически Просто блять Мама не горюй Да То есть за такой запах Наверное должен Аллах наказывать Просто То что Не может табак Так сладко пахнуть Но тут же я сразу Понимаю Что это может быть Маркетинг Тем что Вкусно пахнет И чтобы это попробовать Это нужно купить А как это будет Уже курица Непонятно Да Только Бог знает Поэтому сейчас мы Подождем Нашего хорошего друга Который нам все это Забивает И собственно Это сейчас все Раскурим Так Нам вынесли кальяны И как вы наверное Заметили Что в последнее время Я дома ничего не снимаю Я снимаю В разных кальянных И Везде забивают Табак Который я Приношу на обзор Именно кальянчики И я всегда у них Спрашиваю Ихнее мнение Что они думают О данном продукте О данном продукте Кальянчик Который это забивал Он думает так Что Он сказал Что отдают Должное Тому что Лист Жаростойкий Горит 5-6 минут На прогреве На трех углях Горит Не догрелся Пришлось закидывать Четвертый И на четырех Он стал себя чувствовать Комфортно Это первое Теперь Что он сказал По поводу Ароматики Он сказал Что Не насыщенно Не ярко Даже Совсем Не ярко И совсем Не насыщенно Да С этим я соглашусь И с Жаростой С полностью С его мнением Я соглашусь Курица Он комфортно На четырех углях На турочке Это даже Можно не обсуждать Очень мягко Очень плавно За это Реально Ребятам Респект Насчет Насыщенности Да Как я и говорил Только лишь Бог знает Насколько Это будет Насыщенно Когда мы Все это Забьем Забили Маракуйя Она пахла С вот этой Упаковочки Очень мощно Прям ярко Но На вкусе Это отразилось Совсем немного И не так сильно Ярко Как хотелось Да Да На самом деле Аромочка Немного Просаживается Изначально Аромки Неярко Совсем Но она еще Умудряется Просадиться Но манга Чувствуется То есть Маракуйя Она чувствуется Она более такая Естественная Я бы сказал Именно Маракуйя Я пытаюсь Я пытаюсь Понять Какую-то Особенную Нотку Которая Есть Вкусе И пытаюсь Понять Крепость И крепость Есть Она прям Так начинает Меня потихонечку Садить Хоть это 5 и 6 Насчет того Что ребята Сказали О том Что они Прям добились Идеального Коннекта Между Крепостью И Собственно Никотином То это Да Потому что Никотин Я прям Очень приятно И очень хорошо Его чувствую И чувствую Как он через меня Проходит При этом Это не вызывает Никакого Дискомфорта Это не вызывает Такого Непонятного Ощущения В горле И я Собственно Вообще Никотин Таким Физическим Путем Не чувствую Я его чувствую Именно Таким Внутренним Путем Именно Я его Понимаю По обработке Вирджиния Ох Пошло Прям приятно Прям Начинает Потихоньку Осаживать Это крепость Да Но при этом Курица Очень мягкая И очень приятно Кукуруза Неудачная Или это Попкорн Это крайне Неудачный Вкус у них Получился На самом деле Я бы попробовал Еще киви Попросить Сейчас Давайте Мы его Вызовем Попросим Его быстренько Просто в чашечку Накинуть киви И на этой же Колодочке Собственно Все прогреем Продукт акцизный Это о многом Говорит Что ребята Реально Стараются Возможно В будущем Мы узнаем О том Что ребята Нихуёво Стрелили Когда они Посмотрят Обзоры И наверное Поймут Что надо Аромочку Немного Потянуть Можешь Просто накинуть В чашку киви И мы на этой же колодке На этой же колодке Его собственно И взорвем Просто это Прочем Если у тебя угли Все готово Давай Прочем Так мы сейчас На маленькую паузу Пока Наш Большой бро Нам все это сделает Так что пока Не переключайся Потому что нас в конце ждет Сейчас прокурим киви И потом собственно Уже Объявлю условия Которые нужны Чтобы выиграть Пакет Со всей палитрой Вкусов От компании Севентабак Киви В принципе По яркости Осталось Так же Чуть-чуть Поярче Наверное За счет того Что получился Очень хороший Киви Но яркости Все равно Не хватает Либо это Идеология Ребят И такое Брендовое решение Сделать Именно вкусы Более такие Мягкие Ближе к натуральному Но Я бы не назвал Киви натуральным Да Это хороший киви Очень приятный Не горит Вообще Ни разу Все очень интересно Прикольно Нормально На самом деле Да Прикольно Но Прикольно Почему Потому что Я сейчас Не обращаю Внимание На его яркости Я обращаю Внимание Как он Курится И Какая Вообще В целом По вкусовой Гамме Аромка А не Яркость Аромки Да Яркости Не хватает А теперь Ребят Наверное Самое Интересное По Конкурсу Сейчас Инстаграм 7табака Отметить В комментариях Одного Друга С которым Ты Разделишь Эти Ништяки И Соответственно Через 5 дней Ждать Результатов Вся остальная Информация Уже Будет В инстаграме Так что Ребят Участвуем Не падаем Духом Кто-то Выиграет Крутой Ништяк С мундштуком С табачком Который Вы все Раскурите И сможете Понять Правду Ли я Сказал Про Аромку И про Весь Табак В целом Или Как обычно Дави Занесли Бабла Да Поэтому Ребят Всем пока Это Хукаплейс Реутов Наверное Одна из Лучших Хукаплейсов Которых Я бывал Так что Сюда Тоже Забегаем Всем пока Всем спасибо И давайте Собственно Добьем Уже 37 тысяч Подписчиков Осталось Совсем Чуть Чуть